всем добрый день сегодня будем ремонтировать джинсы дефект у нас между ног как можно это отремонтировать вот смотрите если я вот так прикладываю то эти срезы хорошо ложатся один к другому значит можно использовать дублерин буду вырезать побольше чем этот дефект и как говорится на всякий случай и с этой стороны тоже расположим внизу кусочек дублерина а если у вас допустим будет дырка большая кусок будет вырван тогда не обойтись без джинсового кусочка надо подобрать джинсу в цвет и подложить вовнутрь и отстрочить ну и конечно надо нитки именно в цвет ткани заодно и покажу вам какой я сделала лайфхак можно сказать шпажки приклеила и расположила ниточки вот у меня голубые вытаскиваю и подбираю по цвету хорошо конечно отстрачивать двумя цветами нитки потому что джинса это всегда рубчик один темнее другой светлее но можно и одним цветом обойтись вот так прикладывайте и смотрите но пожалуй вот эта ниточка ну может быть и эту будем использовать ну посмотрим вовнутрь располагаем подушечку вот эту бахрому всю укладываем и просто придавливаем горячим утюгом теперь берем дублерин смотрим где у нас клеевая и вот клеевая идет вверх значит она будет приклеиваться на изнанку именно вот так надо делать чтобы лицевая была вверху джинса иначе вы с изнанки будете приклеивать и не будете видеть что у вас делается на лицевой стороне и вот теперь приклеиваем горячим утюгом вот так слегка я приклеила дублерин с лицевой стороны видите черное почти нигде не выглядывает но капитально теперь можно приклеить с этой стороны так но здесь у нас маленькая дырочка и будет целесообразно приклеить поменьше пожалуй я уменьшу клеевую ткань и приклею вот таким образом делать штопку очень большой это не целесообразно будет неаккуратно закрепляем утюгом помечаем границу дублерина чтобы чтобы быть за эту границу и так нитка у меня темная может быть одной этой ниткой обойдемся может быть еще возьмем посветлее пока не знаю строчка обычная 2 и 4 вот смотрим как у нас проходит рубчик на джинсе вот он идет примерно параллельно вот этому мило этой меловой линии вот так и будем строчить у меня несколько было таких видео на канале и все они немножко как бы отличаются каком-то видео я крутила ткань вот я доходила сюда крутила если у вас заплаточка небольшая как вот это здесь можно ткань не крутить а именно прострочили сделали задний ход прострочили задний ход ну а здесь вот строчка большая придется все-таки ткань крутить вы знаете так хорошо подобрали нитку что даже я ее не вижу но это честно скажу осложняет мою работу нитка утопает в джинсе итак я проложила несколько строчек вот они параллельно вот этому шву параллельно меловой линии а вот здесь у нас непосредственно дефект я решила проложить вот так перпендикулярно вот этому шву здесь я ткань крутить не буду потому что шовчик небольшой чуть больше сантиметра будем шить вперед и включать задний ход машины а потом проложим несколько строчек именно параллельно вот этому пожалуй поставлю скорость поменьше чтобы контролировать задний ход итак вот здесь отстрочила теперь продолжаю строчить параллельно этому шву и и вот эти строчки должны закрыться и будет аккуратнее итак итак у нас осталось отстрочить вот небольшой треугольничек поэтому не надо переворачивать вот это джинсы а будем строчить уже взад вперед хотя здесь конечно не так просто потому что огромная толщина но надо постараться может быть разочек вот так перевернем так что вся вот эта штопка это все очень индивидуально где-то шов мешает где-то машинка не хочет прошить ну и тем более учитывая что это прям вот между ног можно конечно строчить вот таким образом так как вам легче ведь и мы хотим назад а здесь огромная толщина так ну ладно этот маленький участочек мы пройдем вот так перпендикулярно шву вот так у нас получилось в общей сложности я довольна это я вот сильно сильно камеру приблизила но никто не будет рассматривать вашу штопку вот так вблизи как камера очень достойная работа так же делаю с этой стороны здесь я все от строчила а вот здесь не позволяет сделать вот этот шов поэтому я лапку эту снимаю ставлю другую лапку лапка для пришивания молнии думаю у нас все получится и и и и и и и и вот так у нас получилось считаю все достойно одной лапкой другой лапкой вот таких труд труднодоступных местах можно использовать свободноходовую стежку вот так выглядит с изнаночной стороны значит вот здесь я строчила вперед и включала потом задний ход машины здесь я крутила джинсы так что я думаю можно было и здесь попробовать не крутить джинсы а включать именно задний ход машины на сегодня все надеюсь мое видео было для вас полезным до свидания всего доброго